22 марта 2024 год знаешь по поводу того куча какая-то волна пошла вопросов а что вы будете украинцы в смысле в СУ там Украина делать когда запад перестанет поставлять вооружение там Америка откажется просто сегодня вот сегодня у меня хобби афористика я пишу афоризм вот сегодня я написал афоризм нынче чтобы смотреть в будущее нужен не только хрустальный шар но и стальные яйца так ребятки вы понимаете что нам в будущее смотреть не надо мы можем на прошлое посмотреть уже был в истории Украины период когда нам не поставлял запад никаких вооружений я воевал четырнадцатом году под Луганском у нас погибали пацаны у нас была война полноценная абсолютно то есть я не вижу для меня страшнее был четырнадцатый год чем 22 23 24 и не только потому что там были ДРГшники которые заходили нам в посадку и нас там выстреливали перебивали блин а сейчас по мне максимум артиллерия прилетает КАП прилетел контузило меня 11 марта тут подработала ну как то ДРГ все таки постремнее честно говоря и потом понимаете все равно от чего ты погибаешь от КАПа вы думаете вот Вадим Маринес погиб у нас при нападении ДРГ ему легче что ли было умирать чем допустим если этот КАП лег на метр правее в моем случае 11 марта мы воевали когда нам помогала Европа там Америка блин с ухпайками и одеялами мы все равно воевали погибали убивали и не надо рассказывать что против шахтеров Ерофеева Александрова это я в 92 бригаде тогда служил это нифига не шахтеры там с валами и винторезами мы будем нам мы как украинцы нам просто у нас нету варианта другого у нас заявляют о том что Россия не потерпит рядом с собой страну которая претендует на Крым нам открытым текстом говорят что там медведем говорит что у нас там будет вы либо станете частью России которую вы не любите либо исчезнете что становитесь частью России это предпочтительнее чем гибель это как бы какой там второй человек в России говорит это не забулдыга какой-то под гаражом я не понимаю вообще откуда паника в этих комментариях может это боты нытье какое-то пошло нам потом не надо 14 год вспоминать нам вот сейчас уже вот это Путин за яйца взял Байдена и блин полгода нам уже Америка не дает никаких вооружений ну там какие-то пипеточные совершенно блин вкрапления мы что мы сдались или что или я из этого окопа вылез и сбежал чтобы по мне камни прилетал там 11 мар полгода Америка не дает нам никаких вооружений что мы не воюем мы стали хуже воевать мы побросали позиции и сдреснули чего вы блин боитесь мы были в гораздо худших условиях в 22 году вот здесь под пологами то есть сейчас я подработана был под пологами тоже Запорожская область да блин за 6 часов дежурства на посту ты блин по 15-20 раз сбегал в убежище от артовстрелов сейчас нам вчера блин 300 тысяч по информации СМИ там зашло 155 калибра только я не понимаю что вы ссыте блин в тот момент когда уже был нафиг вот этот 24 год будет переломным 100% понимаете Ф-16 заходят в июле и они заходят это не просто самолетики российские это с обвесами там с какими-то блин ПВОшками блин нафиг которые обслуживают их работу я не понимаю совершенно ну то есть это по моему у меня такое ощущение что из последних сил на последнем из дыхания Россия пытаться нас зашугать хотя и уже нечем всех этих рязанских сраных десантников псховских перебили блин в 22 году сейчас такая мразота блин лезет валяется под ногами у меня блин там на работе на этих позициях просто под ногами валяются трупы этих блин недотекомок Россию ну не поддерживает кто Китай который сейчас блин перестает даже финансово рассчитываться с Россией в банках Иран который блин дает там какие-то ракеты самодельные на коленке с Северная Корея которая с голоду люди дохнут блин у нас Америка не помогает помогает Норвегия Япония помогает Франция помогает весь нормальный вменяемый мир видит они не то что они там насильно любят спрашиваются что они нам помогают а раньше не помогали они и в четырадцатом не помогали потому что думали ну да ну что пришел там Крым забрал но сейчас я в тринадцатом году об этом писал в интернете что когда уже Россия когда Америка Запад поймет что Россия будет идти дальше восстанавливать Российскую империю Советский Союз тогда уже последний бюргер обосрется и начнет понимать что лучше сейчас Украине помочь чем потом самому отгребать от россиян вместе с украинцами потому что если Украина нас захватит она в строй поставит и тебя и меня блин и сыновей и дочерей блин как сейчас делают это в Луганской области как крымчан вот это нас первые кто погибли на циркунах под Харьковом 24 февраля это по моему крымчане были вперед их мясом пустили ничего не жалко блин трупаками валялись там блин забирать не ходили россияне Россия Кобзда и это было понятно четырнадцатого года то есть я в четырнадцатом году написал что аннексия третий рейх после аннексии судьбе просуществовал семь лет и Российская Федерация после аннексии Крыма просуществует не намного дольше это настолько очевидно что мне даже странно что это я говорю я столяр слесарь блин рабочий блин нафиг еще непонятно блин просто да конечно в этот процессе могут убить да конечно блин нафиг хотелось бы дожить до победы но блин я в победе уверен сто процентов невозможно противостоять этой вонючей пускай Америка там откажется выйдет из этого Байден придет блин порядок наведет да блин дреснет блин ни копейки не даст Украине и че Евросоюз 25 триллионов блин ВВП по капельке каждый даст нафиг 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 мы уже будет чем россиян блин мочить блин оккупантов че в СССР я не пойму мы выставили блин 10 лет и вы сейчас уже когда у нас тут атакамцы когда у нас GLSDB когда у нас F16 на подходе когда у нас блин я не знаю там все эти Цезарь блин я глазами вижу леопарды там гепарды и сейчас самое время обосраться и сказать ой 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 давайте договариваться никаких договоров с этими Россия будет первой страной в мире которую съела моль я написал это 26 октября 2015 года и так и будет надеюсь до этого дожить но не доживу вы это увидите это по моему настолько не ссыте блин